Похоже, одна из самых больших загадок и наиболее часто задаваемых мне вопросов, это вопрос Николай, как ты выбираешь своих учителей? Здравствуйте, с вами снова Николай Танский, создатель движения Настоящий Успех и Академии Настоящего Успеха. Вы наверняка знаете, если за мной давно наблюдаете, что в основном все мои учителя находятся где? В Америке. Ну так получается. В других местах мне их крайне сложно найти. Но в эти дни я оказался в Англии. И мы приехали сюда на специальное трехдневное обучение, которое начнется уже завтра. И когда я принимал решение о том, обучаться здесь или не обучаться, этот выбор вообще не стоял. Потому что как только я услышал об этой теории, которая называется LDF или Leadership Development Framework британских учителей, я тут же пошел на сайт, тут же нашел возможность обучаться, тут же зарегистрировался, и вот через некоторое время я уже здесь, в Лондоне. Это мое второе обучение в Англии. При этом первое было у американских учителей, которые приехали проводить свой тренинг по публичным выступлениям в Европе. Найти учителя очень просто. В случае, когда вы сами непрерывно задаете себе вопросы и ищете ответы. И потом с вами происходит то, что я однажды услышал от автора седонского метода Хейла Двоскина, который сказал, Когда вы находите учителя, то те знания, та информация, которую вы слышите вовне, начинает резонировать с тем знанием, которое есть внутри вас. Так или иначе, человек думающий, человек ищущий, он постоянно задает себе вопросы, он ищет ответы. И сам начинает находить какие-то решения, и какая-то внутренняя мудрость, какие-то внутренние знания начинают формироваться в вас. И вдруг вы сталкиваетесь со своим учителем, будущим, потенциальным. Слышите, что он говорит, смотрите его видео, слушайте его аудио, читайте его книгу, и вас начинают прямо колебать и трусить. Лично для меня это главный индикатор того, что я нашел своего учителя. Я нашел человека, который думает так же, как и я, но, скорее всего, уже находится значительно дальше впереди. И поскольку я сам себе эти вопросы до сих пор задавал, что есть смысл сделать, раз я уже это движение, это мышление, этот путь начал? Присоединиться к этому учителю, взять у него максимально все, что он знает, для того, чтобы самому дальше долго не думать, в то время как можно сократить путь, на следующий уровень выйти и новое знание получать, и новые горизонты перед собой открывать. Вот именно так я выбираю учителей. Я не бегу туда, куда все бегут как стадо. Одно время все ездили на тренинги Энтони Робинсона, но если задать вопрос, почему, никто ответить не может, потому что стадный инстинкт срабатывает. Тот поехал, этот поехал, этот поехал. Кстати, в 2010 году стадный инстинкт сработал и у меня, потому что два моих учителя вдруг собрались лететь в Америку на тренинг Энтони Робинса, и я думаю, как так, я не раз уж там не был, а мои ученики уже туда летят. И я полетел за ними. Долго плевался, отдельно записано видео из Нью-Джерси, из Америки. И больше я так никогда не делаю. И до тех пор, пока внутри меня не начнет создаваться внутренний мой резонанс, который будет соответствовать внешнему, я решения не принимаю. И, наверное, поэтому так и получается, что в основном я обучаюсь у американских учителей, потому что там больше всего в моей индустрии, в моем деле людей, которые мыслят в одном со мной направлении. Я не исключаю, что, уходя глубже в тему искусственного интеллекта, очень возможно, что скоро у меня появятся учителя или больше учителей в Европе, и прежде всего в Германии, поскольку Германия очень сильна в искусственном интеллекте, но это, возможно, будет позже. А сейчас я обучаюсь, в большей части, в Америке, в эти дни в Англии и продолжаю прислушиваться к себе. Как вы выбираете своих учителей? Не появляется ли у вас этот импульс бежать туда, куда бежит все стадо? Однажды на выступлении одного миллиардера в Киеве я услышал, когда все бегут в одном направлении, ну это должен быть для вас сигнал того, что вы определенно уже пошли не туда, куда нужно. В общем, это мой секрет, моя правда. Все очень просто. Не нужно бегать туда, куда бежит толпа. Нужно слушать себя, задавать себе вопросы, и когда вы найдете своего учителя, который думает в этом же направлении, который более продвинутый, чем вы, внутренняя ваша правда начнет резонировать с внешней, и вас просто уже невозможно будет удержать от того, чтобы к этому учителю на этот тренинг, на этот семинар не попасть. Это все, что я хотел вам рассказать в этом коротком подкасте из Лондона. С вами был Ваш Николай Ганский, и до встречи в следующем подкасте. Пока!